Это Вести без Киселева, наш совместный проект от каналов Ермак Медиа и реальной журналистики. Приветствую вас. Российский оппозиционер Алексей Навальный все-таки был отравлен, причем веществом из группы «Новичок». Об этом 2 сентября заявило правительство Германии. Привет-привет, с вами Юля, и мы начинаем. Итак, Алексея Навального отравили. Надеюсь, что теперь-то российские власти найдут состав преступления и возбудят уголовное дело по данному факту. Хотя в том, что виновные будут наказаны, я, честно говоря, не верю. Потому что в этом деле с «Новичком» работает совсем не «Новичок». Вспомните Скрипалей. Да и желающих отомстить оппозиционному политику было предостаточно. На этой неделе еще на одного желающего стало больше. Потому что фильм, ради которого лидер ФБК отправился в Сибирь, все-таки вышел в свет. Вообще, 13 сентября будут голосовать аж 40 миллионов избирателей. У каждого из них будет своя маленькая возможность ткнуть острой палкой в партию власти и сообщить ей, что они ведут страну в неправильном направлении. Но сложность в том, что люди вообще-то не интересуются своими региональными выборами и понятия не имеют, зачем вообще нужны местные депутаты. Этим пользуется Кремль. Основа власти Путина – это не Государственная Дума, как принято считать. Нет. Главная их сила в том, что «Единая Россия» имеет большинство в каждом законодательном собрании каждого региона и большинство в городском собрании каждого крупного города. Если единороссы теряют это большинство, то власть злодеев моментально тает. По словам коллег Алексея Навального, фильмов будет несколько. Это, как всегда, расследование с полным набором пруфов и видеоотчетов. Первый фильм было решено посвятить Новосибирску. Именно там 13 сентября пройдет главный депутатский поединок. В сражении примут участие «Единороссы» и коалиция политических сил под руководством Сергея Бойко. Почему именно Новосибирск? Что в нем такого особенного, что делает его главной ареной этого раунда борьбы? Во-первых, здесь есть сильная оппозиция. «Единая Россия» противостоит не разрозненная группа «Одиночек», а коалиция «Новосибирск-2020», сформированная разными политическими силами. Они договорились между собой и объединились. Это уже большое дело. Коалицию возглавляет Сергей Бойко. Самый популярный оппозиционный политик. Он занял второе место на недавних выборах мэра. То есть здесь есть за кого голосовать. Во-вторых, исторически так сложилось, что здесь меньше подделывают выборы. Ну, не привыкли. Есть такие регионы России, где нельзя просто взять и сказать всем школьным учителям «Вбрасывайте пачки бюллетеней». Они не умеют и не будут этого делать. Новосибирск – именно такой город. И третье. Символическое, но, возможно, самое главное. Новосибирск – это город несостоявшейся русской мечты. Здесь есть все для процветания. Сложись история немножко иначе. Это была бы наша Кремниевая долина. Очень хочется именно здесь побить тех, из-за кого эта мечта пока не сбылась. Основная тема фильма – это не только разоблачение нечистых единороссов, хотя уровень их наглости в Новосибирске зашкаливает. Большинство из них – застройщики, возводящие жилые дома. Правда, жилые они только по документам. По факту жить в высокоэтажном доме без лифта, перил, света, с отваливающимися кусками стены и межпанельными щелями – ну, просто невозможно. Но у людей нет выбора. Им просто негде больше жить. Почему терпят, спросите вы? А я вам отвечу, потому что застройщики жилых комплексов и есть сама власть. И это они решают, как и где будет жить их народ. Добро пожаловать в русское гетто. Этот район давно уже не только новосибирская достопримечательность, а общефедеральная. Сюда специально приезжают для того, чтобы снять репортажи и ролики о ужасном строительстве и худшем в мире проектировании. Если кто-то в интернете ищет фотографии ужасного качества строительства, то 99% там будут фотографии вот этих вот жилых комплексов – Просторный и Плющихинский, где мы прямо сейчас находимся. И к великому сожалению, таких застройщиков в Новосибирске почти два десятка. Они сами строят и сами у себя принимают жилье. А еще они трудятся на благо области. На благо в области своих финансов. Всем своим семейным подрядом. Застраивают Новосибирск, а живут в 25 километрах от него, подальше от разваливающихся домов, чтобы окно вдруг на голову не выпало. И это не сказки, это новосибирские реалии последних лет. Но пришло время менять ситуацию. И менять ее кардинально. Мы же объявили войну партии власти. Собираемся лишить ее большинства. Я не хочу, чтобы этот ролик был пустой болтовней. Это план, который мы применим здесь и можно будет использовать в других городах. 1 миллион 200 тысяч человек – это все избиратели Новосибирска, которые могут голосовать на выборы в городской совет. Но сколько из них придет на участки? Мы примерно понимаем. Потому что в прошлый раз на такие же выборы пришло 20%. И в этот раз вряд ли явка будет отличаться. То есть 240 тысяч человек решат исход поединка и выберут 50 депутатов городского собрания. Мы хотим лишить Единую Россию большинства. А в идеале сделать так, чтобы все кандидаты Единороссы проиграли всем кандидатам от коалиции Новосибирск-2020. Для этого нужно больше половины от тех, кто пришел на выборы. 122 тысячи человек. Тут возникает вопрос – а есть ли вообще в Новосибирске столько людей, которых можно вовлечь в нашу компанию? Ответ положительный. Точно есть. Во-первых, 5 лет назад были выборы в законодательное собрание всей Новосибирской области, и Единая Россия получила на них 44%. А с тех пор рейтинг ее упал. И уже тогда большинство избирателей проголосовали против Единой России. Во-вторых, на недавнем голосовании за путинское обнуление 156 тысяч человек проголосовали «нет». И огромное количество просто не пошло на липовое голосование. Значит, нужные нам 122 тысячи человек у нас в кармане. Но тут начинается самое сложное. Армия избирателей, голосующая как попало, не даст нам ничего. Будет чистая победа Единой России. В каждом из 50 округов 6-8 кандидатов. Наш человек приходит на участок, ищет, кто не Едино Росс, голосует за него. Второй наш человек голосует за другого, а третий за третьего. Наши голоса размазались. Едино Росс набрал 30% за счет тех, чьи мозги промыты пропагандой, и победил. А мы набрали суммарно 70% и проиграли. Значит, нам важна не сила удара, а его точность. Не молоток, а скальпель. Договориться между собой и проголосовать не просто против Едино Росса, а за его самого сильного конкурента. Это непросто, зато мы гарантированно выиграем. У нас есть отлично работающий инструмент, зарекомендовавший себя в Хабаровске и в Москве. Умное голосование. И наша с вами задача сейчас убедить 122 тысячи избирателей Новосибирска зайти на сайт умного голосования, зарегистрироваться и проголосовать за нужного кандидата. Умное голосование – это и есть цель создания фильма. Это то, что оппозиционный политик принес нам с вами, чтобы мы смогли сделать свое будущее другим. Многие оппозиционеры просто говорят и мало что делают. Навальный – это пример реальных действий. Он предложил рабочую схему, которая уже показала свои результаты в Москве, Хабаровске и Иркутске. Она обязательно сработает и в Новосибирске. А затем подтянет за собой и другие российские города. В краях, где на выборах победили оппозиционеры, жизнь действительно наладилась. Конечно, партия правящей власти будет бороться до конца, но совместными усилиями мы победим. Теперь быть по-другому просто не может, а иначе все эти жертвы лидеров ИБК были напрасны. Уже сегодня стало понятно одно – как бы ни пытались враги Навального от него избавиться, дело его живет, даже когда у руля нет капитана. Я зашла на сайт «Умного голосования», успешно зарегистрировалась и сейчас, как ответственный гражданин Российской Федерации, буду ждать дня голосования и надеяться, что после 13 сентября 2020 года наша жизнь начнет меняться к лучшему. Ну а на этом у меня все. Спасибо, что провели это время с нами. Увидимся ровно через неделю. «Вести без Киселева» – это совместный проект реальной журналистики и канала «Ермак Медиа». «Ермак Медиа» – это новостные тренды, актуальные гости и неоднозначный взгляд на происходящее. Ссылка на канал в описании профиля. Увидимся на «Ермак Медиа». Субтитры создавал DimaTorzok